всем привет меня зовут марина и я очень рада видеть вас на своем канале наверное это самое долгожданное видео из всех которые выкладывались на мой канал и конечно же это видео про мою историю изучения английского а также мои советы по изучению этого языка как мы все прекрасно знаю начался новый учебный год а это значит что наступило время изменять свою жизнь к лучшему ставить новые цели и достигать их и как я знаю многие из вас хотят выучить английский язык но на начальных стадиях мало кто знает как это правильно сделать и новый учебный год это как раз таки самое лучшее время начать изучать новый язык предпринимать какие-то новые действия и ставить для себя новые цели в этом видео я расскажу вам о всех этапах изучения английского поделюсь с вами своей историей также своими ошибками и расскажу некоторые лайфхаки ну а самое главное поделюсь с вами всеми учебниками и советами по изучению данного языка итак начнем мы сегодня с моей истории по изучению этого языка и сразу хочу оговориться что я постараюсь много времени этому не уделять итак с первого класса я начала заниматься со своим репетитором с которым занимаюсь и по сей день но из-за возраста я не так сильно придавала значение изучению этого языка плюс мне иногда было очень трудно запомнить времена например я в начале путала present simple и present continuous и 2019 года я начала относиться к изучению английского серьезнее осознала для себя важность этого изучения а также поставила первые цели по изучению английского к 2021 году я сдаю огн на максимум баллов учитывая то что у нас не было говорения все-таки были какие-то такие поблажки или этом 2021 года я также сдавала тест на знание языка и обнаружила что у меня уровень сиван который называется а по интернете что очень круто и я была безумно рада теперь хочу поговорить с вами о том как по моему мнению выглядит шкала уровня английского под одним из моих видео одна девочка оставила комментарий про мою ошибку в уровнях изучения английского но стоит учитывать то что у всех всегда будет разное представление этой шкалы потому что есть разные источники разные люди базируются на разных источниках соответственно в разных источниках дана разная информация извините за тавтологию просто хочу уделить этой теме немножко внимание в свое видео потому что чтобы больше вопросов по этому поводу не возникало моем представлении школа знания английского языка делится на уровне от а до си и у каждого уровня есть 1 и 2 уровень то а базовый и более продвинутый соответственно есть а 0 это старта level то есть мы знаем базовые какие-то выражения по типу холол сеньки и так далее дальше у нас есть уровень а один который в моем понимании называется беги на мы уже можем составить какие-то базовые предложения рассказать о себе и так далее уровень а2 элементарий мы уже чуть-чуть продвигаемся по грамматики на b1 принтер мидер далее у нас битва это интернет сиван аппетит и ситу адванс постепенно переходим к этапам изучения иностранного языка соответственно этот алгоритм можно применять не только к английскому но и вообще к любым другим языкам например его можно применять к итальянскому я например так делаю к французскому и испанскому немецкому и так далее итак первое что мы с вами делаем это обязательно ставим себе цель цель может быть абсолютно любая например желание учиться за границей преподавать или переводить что-то на этом иностранном языке путешествовать общаться с иностранцами переехать другую страну то есть эмигрировать и так далее просто посмотрите сколько новых возможностей открывает вам знания всего лишь одного иностранного языка а если вы будете учить несколько то возможность этих будет еще больше цель должна заряжать вас энергией мотивации двигаться дальше пока вы изучаете этот иностранный язык и неважно как долго вы достигаете этой цели она должна быть для вас ориентирована протяжении всего пути временами смотрите на свою цель и помните всегда держите в голове какой жизни вы стремитесь и чего достигнете по достижению этих целей и обязательно не переживайте со всеми трудностями я уверена вы справитесь теперь определяем свой уровень английского существует огромное количество различных тестов на определение уровня некоторые после выпуска этого видео я скину вам в тенграмм канал ссылка на него есть в описании под этим видео обязательно переходите туда иногда я даже скидываю туда различные учебники по изучению иностранных языков лично я проходила тест от speak out это такой набор учебников которая выпускает издательство пирсен и в этом тесте было 200 вопросов поэтому это было тяжело не только просто по грамматике по выполнению заданий но также и психологически потому что концу выполнения теста я реально чувствовал такую небольшую усталость но зато результат будет более точным вы можете выбрать абсолютно любой тест главное чтобы он вам нравился также как я знаю есть тест у skyeng там проверяются не только грамматика и лексика но также аудирование и так далее когда мы поставили себе цель и определили свой уровень английского мы можем начинать осваивать для себя язык с того уровня на котором мы уже находимся и начнем мы с изучения грамматики потому что это основа языка и соответственно это одна из важнейших тем изучения английского я сам расскажу какими пособиями пользовалась я на самом начальном этапе я пользовалась friends нулевого и первого уровня это были очень простые учебники там были какие-то наклеечки то есть реально очень детские далее я начала пользоваться макмилланом он мне помог сдать ог на максимум совершенно недавно я перешла для себя на спик out и он у меня уровне как раз таки сиван который апартамиде также постепенно я начинаю для себя нарешивать адванс грамма и news также есть учебник голицынского грамматика он достаточно старый и насколько я знаю он уже не обновляется но купить старое издание можно в нем расписан абсолютно вся грамматика а также есть упражнение для закрепления этих грамматических правил то есть для практики поэтому я считаю что это очень классный учебник но все-таки подойдет не всем и также между макмилланом и friends я пользовалась учебниками round up у них тоже есть разные уровни все зависит от вашего все можно посмотреть в интернете какой уровень вам подходит лично я пользовалась им примерно на уровне b1 b2 и использовала учебники третьего и четвертого уровня также насколько я знаю есть другие хорошие учебники но ими я не пользовалась эту информацию я нашла из интернета есть также учебники мёрфи их очень много людей советуют cutting edge и inside я думаю благодаря моему списку вы сможете подобрать для себя что-то оптимально подходящее далее мы начинаем изучать лексику и также прокачивать аудирование потому что есть очень много отличных способов улучшать сразу две эти части языка первое это безусловно каналы на youtube это отличный разговорный английский youtube и блогеры на нем иностранные это отличный способ посмотреть как разговаривают носители в реальной жизни без каких-либо там официальных приемов форму лэнгвич и так далее и так сейчас поделюсь своим большим списком от 15 моих любимых каналов поэтому выбирайте для себя любимый и записывайте я идти буду от своих самых любимых до тех которых я смотрю реже всего первое это хана эллис потом эрика дайан николь лаэнна кормен али самон а макабилейн рэбэка чей кей васселс клодиа славский и софи чейн следующее что я хочу вам посоветовать это выпуски тэд очень круто что у всех выпусков тэд в приложении есть субтитры то есть если вы какое-то слово не поняли можете посмотреть в субтитрах как она пишется и найти его перевод к сожалению русских субтитров я там не нашла и все выступления этих лекций тэд они представлены только на английском и с английскими субтитрами но кстати я бы не рекомендовала вам смотреть что-либо либо фильмы либо сериалы либо какие-то подкасты с русскими субтитрами потому что вы не будете вникать в текст будете просто читать текст на вашем языке и это будет просто бессмысленно очень мне нравится что у выпусков тэд актуальные темы лекций это не как наши обычные учебники в школе с какими-то базовыми темными по типу май хобби селимой скалу дэй или другие там реально какие-то актуальные темы про продуктивность про тайм-менеджмент про толерантность и так далее я уже упоминала что у них есть приложение на телефон именно им я и пользуюсь чтобы смотреть эти выпуски и мне она безумно нравится она достаточно понятное и удобное очень хороший также способ это слушать песни иностранных исполнителей хочу перечислить пару плюсов песен на английском языке можно слышать как произносится знакомые обороты как-то вырывать их из контекста плюс также смотреть как они используются в какой конструкции и так далее также я очень люблю разбирать тексты песен заучивать новые слова плюс пару раз прослушиваю и также закрепляю аудирование а также лайфхаком можно тренировать произношение то есть когда вы слушаете песни вы можете подпевать стараясь повторять иностранный акцент и соответственно стараться звучать как носитель то есть прослушивание иностранных песен вы сможете прокачать произношение потренировать аудирование разбором текст песен вы можете заучивать новые слова а также можете закрепляйтесь знакомые уже обороты так далее у нас произношения а произношение это также не менее важная часть изучение иностранного языка и так для улучшения произношения есть очень раз много различных практик и различных способов и самый наверное главный это шаривань то есть повторение вы можете найти для себя необходимый диалект английского то есть как произношение отличается потому что например как вы все знаете британский и американский английский они отличаются по произношению есть на самом деле другие диалекты например австралийский шотландский ирландский и так далее. Вы выбираете тот, который подходит именно вам и практикуете shadowing. Сейчас я расскажу вам про этот метод подробнее. Вы ищете блогеров, ораторов или знаменитостей с этим произношением, с этим диалектом. Ищите видео с его речью или интервью какие-то и улавливаете на слух какие-то выражения, какие-то фразы, какие-то предложения и повторяете как можно более похожие на оригинал, стараясь повторить каждый тембр, каждый оттенок произношения как можно подробнее. Тем самым вы запоминаете как произносятся слова, оттенки произношения и тем самым закрепляете правильное произношение на этом диалекте. Также могу вам посоветовать различные speaking clubs. Это отличная практика для тех, кто изучает английский. Плюс помогает раскрепоститься. Вы общаетесь с различными людьми, возможно в некоторых speaking club даже меняются собеседники, что очень круто. и также на некоторых speaking clubs проходит грамматику, возможно в очень интересной форме. Лично я никогда speaking clubs не пробовала, но если у вас был подобный опыт, обязательно отпишитесь мне в комментарии под этим видео, я обязательно все прочитаю. Также есть такой замечательный сайт как speechpad.pv. Там можно записывать записи с вашей речью, когда вам предлагаются различные предложения для повторения и программа оценивает ваше совпадение с этим произношением в процентах. Таким образом можно сравнивать свой прогресс и также отслеживать это все дело. Также могу вам посоветовать читать ссылку для улучшения вашего произношения, особенно если вы будете записывать себя на диктофон, а потом переслушивать или сравнивать с произношением каких-то блогеров, ораторов или знаменитостей. Услышите свои ошибки, если у вас хороший уровень аудирования. Но в целом, чем больше вы говорите на английском языке, тем лучше у вас произношение, если вы над этим стараетесь. Также могу посоветовать вам заучивать скороговорки на английском. На самом деле это очень важно, потому что вы можете произносить все как носитель, но не забывайте о том, что носители говорят быстро. Поэтому очень важно прорабатывать дикцию, уметь говорить быстро и складно, то есть развивать свой fluent speech. Это по-английски беглая речь. Но также нет ли мою частью изучения любого иностранного языка, является постоянная практика и соответственно вытекает из этого достижение вашей цели. Всегда верьте свои силы и помните, регулярность равно успех. Лучше заниматься по 15 минут ежедневно, чем 3 часа раз в неделю или того реже. Где же взять эту регулярность? Во-первых, вы можете завести себе трекер привычек, например, на месяц или на какой-то отдельный период года, например, на 3 месяца или на 6 месяцев и так далее. И потом закрашивайте клеточки по одному дню, что вы сделали за этот день. Также вам могут помочь приложения для изучения иностранных языков. Например, я знаю Lingua Leo и Duolingo, но они помогут только на начальных стадиях или если вам нужно закрепить определенную тему. Чем крутые эти приложения, то что они вам постоянно присылают уведомления. Не забудь позаниматься сегодня. И если вы немножко уделите своего внимания и времени этим уведомлениям, то вам реально удастся выработать регулярность изучения иностранных языков. Также существуют различные платные марафоны в Инстаграме, ВКонтакте, их очень много. Если ваш бюджет позволяет вам воспользоваться этими услугами, то можете приобрести себе любой платный марафон, но перед этим обязательно почитайте отзывы, принимайте обязательно участие и вырабатывайте регулярность изучения. Также вам может помочь репетитор. Если вы не будете постоянно переносить занятия и как-то отлынивать от работы, то репетитор поспособствует регулярности изучения вашего иностранного языка. Я думаю, что это все основные советы по изучению иностранных языков, а также по регулярности их изучения. Сейчас мы переходим постепенно к моим личным советам и рекомендациям. И давайте начинать. Первое, чем я хочу с вами поделиться, это приложения, которыми я пользуюсь, либо пользовалась на начальных стадиях. Первое, это Duolingo. Сначала я зарегистрировалась на нем, чтобы изучать английский, потом перешла постепенно на немецкий. И только на немецком я осознала реальную действенность этого приложения, потому что оно актуально только для тех, кто абсолютно не знает базовую грамматику, самую простую, уровня А1, А2. Оно пригодится. Далее приложения более интересные, это Cake и Спикли. В этих приложениях собрано буквально все. Это и практика говорения, и грамматика, и слова, и различные диалоги, и так далее. Еще я знаю Quizlet. Там легко запоминать слова, потому что есть различные методы заучивания. И также хочу вам посоветовать Puzzle English. У них вроде бы есть и приложение, и сайт. Там очень много различных заданий, и так же, как в Cake и Спикли, есть очень много различных упражнений на разные темы и сферы изучения иностранных языков. Также могу вам посоветовать слушать подкасты на английском, но для начальных уровней это все-таки не подойдет. Я думаю, что все-таки начинать слушать подкасты можно с уровня B1, B2, когда вы улавливаете на слух минимум какие-то базовые фразы, и в целом можете улавливать смысл того, что вам говорят. Также немножко такой эзотерический совет. Можно пробовать Subliminalы на изучение иностранных языков, но лично я не пробовала, но я знаю, как работают Subliminalы. Subliminalы это скрытые аффирмации, еще их иногда называют сабы, то есть вы можете просто слушать музыку, но на низких частотах каких-нибудь могут быть наложены аффирмации, которые вы не слышите, потому что они звучат слишком тихо, но ваше подсознание их улавливает и транслируются в подсознание как аффирмации. Соответственно, это может просто поспособствовать быстрому прогрессу в изучении английского. Самый важный, наверное, совет за сегодня это окружите себя языком. Английский должен вам стать как родной. Читайте статьи, слушайте подкасты или музыку, смотрите фильмы, сериалы, блогеров на ютубе, а также читайте книги, потому что это поможет вам пополнить ваш словарный запас на иностранном языке. Ну и настало время заключения и некоторых выводов. По своему опыту хочу вам сказать, что английский достаточно, кстати, простой, но на начальных этапах реально может казаться, что это очень тяжело, что ничего не понятно и так далее. Если вы поймете логику и структуру, у вас даже начнет появляться такая чуйка, то есть вы где-то, допустим, встречали какое-то выражение, и вы уже по его алгоритму будете в других заданиях делать правильно. Но я надеюсь, что мое видео было вам полезным и интересным. Я надеюсь, что мне удалось вас замотивировать на изучение иностранных языков, в том числе и английского. Не забывайте подписываться на мой канал, сделать это по-прежнему очень легко, кнопочка подписки есть внизу. Также подписывайтесь на мои социальные сети, такие как Инстаграм, Телеграм и ТикТок аккаунт. Все ссылки на них есть в описании под этим видео. Ну и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok